Тандер Шоу Тандер Шоу Немного сменим жанр и на 30 секунд перенесемся в боевик, где ПО-2, лучший самолет Земли, при этом вооруженный исключительно ракетами, сшибает первую цель, отлично, не дает себя смутить сопернику, который вылетел из ниоткуда, пилот уже нацелен на другого противника. Это будет дальний выстрел. Готово. Ну и с резкого разворота третий. Даже меньше, чем за полминуты. Окей. Берем предел «Все теши 30 секунд», но меняем лето на зиму, а самолет на РБТ-5. Танкист выпускает первую. Ага, есть фраг. Читает про себя короткую молитву богам рандома, делает второй выстрел. Немного ждет. Времени на таймере ты еще хоть отбавляй. Готово. Закидывает третий, пока баф от молитвы есть. И уничтожает еще одну цель. Три за 30, как и обещали. Но все эти троицы в теории можно списать на удачу. И поэтому сейчас мы смотрим момент, в котором без мастерства точно не обошлось. Да, все верно. Это «Тигр» в высокоранговых боях. Уничтожает одного врага, который даже не подозревает о существовании танкиста. Сталкивается с другим ОБТ вплотную и быстро решает схватку в свою пользу. И на сладкое входит в полноценное протяженное во времени столкновение с Т-80. Первый выстрел на расстоянии, увы, только привлекает внимание советского монстра. Дальше напряженные кошки-мышки в клубах дыма. Нетерпеливый противник прорывается через завесу, чтобы быстро решить дело в упор. Но «Тигр» тут же вышибает ему казенку. И спокойно завершает бой. Три ОБТ на «Тигре». Уважаю. Как обычно, заходим напоследок на Life of War Thunder, где нас ждет славный исторический скин на М4А1 с 76-мм пушкой. Эту машину назвали «Хилломонста», то есть «Аризонский ядозуб». А где же здесь цифра 3? Все очень просто. Испытания этой модели прошли 3-го числа, 3-го месяца 1944 года. Кстати, по счастливой случайности вы также можете сделать 3 простых вещи, чтобы поддержать нашу передачу. Поставить лайк, написать комментарий, а также прислать крутой момент в следующие выпуски. Ждем записи ваших подвигов и пока! Субтитры сделал DimaTorzok